И один в поле воин, коли он по-русски скроен, будто подтверждает Иван Митасов. Один он и бьется за то, чтобы на этом поле был восстановлен памятный знак, пропавший когда-то в 90-х. Вот показывает он вдаль. Там, говорит, года до 50-го на поле стояли сгоревшие танки. Потом только убрали, засеяв землю не свинцом, а хлебом. И вместо бронированных тракторов выгнав сюда комбайны с КАМАЗами. Было поле солдатской славы. Стоял знак, памятный знак воину 211-й дивизии Странкова. В честь тех, кто в 43-м гнул здесь Орловско-Курскую дугу в сторону нашей победы, стоял монумент из кирпича, видный с дороги. Ныне и следа от него не осталось. На восстановление, говорит Иван Кузьмич, у местных властей нет то ли воли, то ли денег. И предлагает хотя бы клич киньте, того и гляди, наскребем. Одних его сил на такое дело не хватает. Хватает на то, чтобы ухаживать за могилой неизвестных солдат, похороненных в 43-м году рядом, в уже пропавшей деревне Разновидье. Здесь стоял когда-то родной дом Метасовых, а это их сад. Говорит, когда семья вернулась из эвакуации, могилка уже была. И как будто лежат здесь шестеро. Здесь вот раньше была яблоня, вот раньше была хорошая яблоня. Вот пень остался. Здесь на этой яблоне еще остались эти куски колючей проволоки были на ней. Значит, здесь тоже была передовая какая-то. Если колючая проволока была на яблоне натянута. А яблоки из могилы мы не это. Если падали, мы не убирали, не брали это вот уже святое. Яблоки теперь он приносит сам. Сам нарисовал табличку, сам косит траву, сажает цветы и что-то подправляет. На 9 мая и 5 августа приносит букеты и венки. Например, от Союза советских офицеров, в котором состоит. Ведь Метасов, подполковник в отставке ветеран боевых действий, иногда помогает ему поселковая администрация. Она в 83-м и поставила крест. Сам же высадил Иван Кузьмич и свою аллею героев из сосенок. Сосен было 18 по количеству. Захороненных в этом саду солдат. Дело в том, что рядом есть еще одна могила, где точно ему неизвестно. Рассказывали, что лежит там еще 12 бойцов. Вот где-то вот в районе этой осинки. Он будет рад помощи поисковиков. Да вообще любой. Потому что один в поле. Впрочем, нет. Ведь их в полях, лесах и в садах под яблоками многие сотни воинов, скроенных по-русски. Сергей Быковский, Павел Джамабаев, Телеканал Первообластной.